Сегодня я буду рассказывать вам про... А нет, хочу поблагодарить вас. Я вас благодарю за очень классное принятие моей группы сегодня с утра. Там сотни сторис, спасибо вам большое. Для меня это очень важно, потому что я последние пять лет ни разу не выступал. И объясню почему. У меня был кризис в жизни. И творчество я так это задвинул далеко. Поэтому сегодня я сорвал свою творческую целку. Спасибо. Кто такой Макс Белоусов? Я много о себе рассказывать не буду. Тут привел 10 фактов. Топ 100 лучших маркетологов. Спикер более 100 конференций в 50 городах. Кейсы. Тони Робинс в Олимпийском. Были? Кто был? Кто в Москве был на Тони Робинсе? Никто? Ну, кроме меня еще там 28 тысяч человек было. Ну, видимо, до Екатеринбурга реклама не дошла. Ладно. Также на Тони Робинсе я три года работал по всему миру. Это Лондон, Сангапур, Майами, Австралия, Нью-Йорк и так далее. Ну, Аяс, Гондапас, Блэкстар, Ростелеком и так далее. Я автор книги «Борьба за внимание». Я с собой взял 12 штук. Кто хочет купить, пожалуйста, подходите. Одна уже захотела купить сегодня. Рядом со мной сидела. Вот. О чем? О чем? О жизни, о чем? Занимаюсь музыкой с 14 лет. Часто приглашают в качестве эксперта. По образованию я инженер-геофизик. Родители – актеры театра и кино. И я женат. Ну, жена попросила добавить. Вот мой инстаграм. Можете подписаться. Ник небо табу. Кто еще меня не нашел, буду рад вашим подписочкам. Итак, что я сегодня буду рассказывать? Я сегодня буду рассказывать то, что позволило мне выйти из глубокой задницы. У меня она произошла в 2020 году. Мне помог консалтинг. То есть это не онлайн-школы, это не вебинары, это не автоворонки. Это просто консалтинг. Это монетизация вашего опыта. И я сегодня буду рассказывать вам конкретно мой опыт. Вот сегодня многие спикеры говорили классные, полезные вещи. Некоторые спикеры у меня даже вызвали ощущение, как будто они смотрели мои вебинары. Действительно, да. Я думаю, мне показалось? Нет, не показалось. Вот. Ну ладно, пусть пользуются. Вот. Соответственно, я сегодня буду вам рассказывать про то, как я за год на консалтинге заработал 25 миллионов рублей. Абсолютно в кайф, не парись. Вот. И без команды, без офиса, без воронок, без онлайн-школ. Интересно? Нет? Давайте все руки поднимем. Вот. Молодцы. Я вас с утра уже надрессировал. Итак, это мой скриншот с онлайн-банкинга. Там период как раз тот взят. Вон, пожалуйста, 25 миллионов. Это моя личная карта. Туда тоже приходили деньги. Ну, налогового здесь нет, надеюсь, да? Вот. 15 миллионов. И это чеки, да, на которые я закрывал людей. Вот. Это не маркетинг. Это консалтинг. Да. То есть это я руками ничего не делал. Я буду сегодня об этом говорить. 900 тысяч, 500 тысяч. Это реальные скриншоты. Можете проверить потом, если хотите. Это отзывы моих учеников. Вы думаете, ну, Макс, понятно, ты что там, блядь, с Тони Робинсом работал, которого мы не знаем, да? Там Blackstar. Вот, пожалуйста, ученики. Причем, ну, у меня этих скриншотов дохерища. Я вставил несколько. Вот, пожалуйста, там, значит, вон я стрелочками показываю. Человек заработал миллионы рублей за месяц на консалтинге. 340 тысяч рублей, 350 тысяч рублей. Это с одного клиента. Так. 250 тысяч. 750 тысяч девочка заработала. Класс? Ну, похлопайте, блядь, чего вы. Я понимаю, что вы устали. Я, блядь, тоже устал. Я сидел и охуевал, когда будет мое выступление уже. Я там, блядь, и покурил, блядь, сходил, и поел, и, блядь, и в туалет сходил. На улице постоял, там, блядь, погулял, на самокате покатался. Я вас прекрасно понимаю, ребят. Давайте это, ну, я тоже хотел выступить. Спасибо. Вот. 400 тысяч рублей, пожалуйста, да? Кто хочет так же? Ну, отлично. Значит, наши желания сходятся. Вы хотите так же, а я хочу вам продать свои услуги. Шутка. Мой кризис 2020 года. Это реальная история, это не история Золушки. Это не вот это вот из Сызрани в Москва-Сити. Это действительно моя история жизни. Да, я чуть не умер тогда. Так что сейчас немножко, сейчас вас в депрессию вгоню свою. Итак, что произошло в 2020 году? Ну, во-первых, коронавирус. Меня положили в больницу. У меня было 20% поражения легких. Я лежал под аппаратом. После этого две операции срочные. Желчный пузырь и удаление камней. Это, знаете, в тот день я был очень желтый, потому что это как вот желчь, она пошла уже в организм. Вот. Если бы я день подождал, я бы умер. Вот две срочные операции. Причем, знаете, что интересно было? Никто, сука, не написал. У меня куча подписчиков, куча знакомых. Ни одна сука, ни одна собака, блядь, не написала, как у меня дела. Вот. Написал только басист мой. Вот поэтому я с ним и дружу. Я потолстел до 120 килограмм. То есть я очень растолстел на фоне кризиса, на фоне стресса. У меня накопились долги на 10 миллионов рублей. Как это получилось? Ну, я проиграл суд с клиентом на 3 миллиона рублей. Я был абсолютно прав. То есть, ну, услуга была оказана. Но попался мудак, клиент. Кто с мудаками работал? Похлопайте. А прикиньте, вы хлопаете и про вас тоже хлопают. Там рядом. Вот. Я проиграл этот суд. Я отдал клиенту 3 миллиона рублей. Хотя я все сделал. То есть проект был год целый, длился. И помимо этого я 800 тысяч рублей потратил на нотариусов и адвокатов. То есть это пиздец просто. Вот. Ну и состояние, какое у меня было. Ну, естественно, музыкой я не занимался. У меня была депрессия, апатия. И я хотел просто выйти в окно, честно вам скажу. Я об этом писал в книге. Вот, там все это написано. Как я из этой задницы выбирался. Но 2021 год, что у меня происходит за год? Я улучшил коммуникацию со всеми своими друзьями, знакомыми. Ну, с кем-то распрощался до конца. С кем-то, соответственно, улучшил коммуникацию. Начал извиняться за свое поведение. Потому что вы бы видели, что я там в сторис выкладывал, в то время, когда в больнице лежал. Ну, это как это называется? Не абьюз, а этот. Токсичная... Да, вот это я был тогда. Дальше. Я написал книгу... А, женился, блядь. Женился. Семь лет с девушкой встречался. Шесть, да. Шесть лет мы встречались. Она из Киева, с Украины. Вот. Мы друг к другу ездили. Вот. Ну, кто понимает, какая ситуация. Я даже тогда ездил, да. Вот там какие-то, блядь, разрешения подписывал и так далее. В общем, ну, как бы целая история. Вот. И женился. Ну, для меня, как для мужика, это, блин, ну, серьезный шаг. Потому что столько, блин, красивых женщин, и все. Нельзя. Вот. Поэтому я, ну, долго к этому шел. Для меня это был шаг. Вот. Я это сделал. Дальше. Книга. Я пять лет пытался написать книгу. После того, как в больнице полежал, написал. Да. Потому что я понял, что, как бы, смерть, она, как бы, не где-то там. Она может быть и рядом. Сто плюс выступлений в пятидесяти городах. Похудел на двадцать пять килограмм. Спасибо. За счет чего? Питание, бокс каждый день, кардио, качалка. И закрыл долги. Двадцать пять миллионов за год. Купил квартиру еще одну на перепродажу. В общем, все, у меня заебись. Соответственно, как это сделать для вас? Как достигнуть роста X10? Первое, что самое важное, это отношение к новому. Как вы относитесь к новой информации? Я называю это слепая зона. То есть, вот есть зона влияния, зона комфорта. Есть слепая зона, там, где вы ни хера не знаете, там, где страшно. Вот туда нужно идти. Это первый момент важный. Дальше. Ну, начнем с мышления, естественно. Первое, что хочу вам рассказать, для меня это было открытием. Потому что я все эти стадии развития как специалист проходил. Я думаю, что многие из вас тоже это проходят сейчас. В чем отличаются две стратегии? Первая стратегия фишечника, вторая стратегия стратега. Вот фишечники, это те, которые, знаете, вот они продают таргетинг, контекст, воронки, чат-боты, рилсы, упаковку. Вот это все. Это важно. Но на этом десятки, сотни миллионов рублей не заработаешь. Кто со мной согласен? Да. Я называю таких чернорабочие. Я тоже таким был. Ну, как бы, я без всякого. То есть я никак не принижаю, но когда люди работают руками, там невозможно заработать деньги. Понимаете? Понимаете меня? Да. Вот. Есть вторая стратегия. Стратегии. Это те люди, которые мыслят как-то выше. Они, ну, если бы это была стройка, то есть чернорабочие, а есть кто? Архитекторы, прорабы, инвестиционеры. Инвестиционеры, стройки, перекупщики и стройматериалов. Понимаете, о чем я говорю? Вот смотрите, если бы была действительно прямая корреляция между тем, что вы и как делаете, и сколько вы зарабатываете, то, наверное, Абрамович бы выглядел не так, как он сейчас выглядит. Он же зарабатывает миллиарды рублей. Откуда эта прямая корреляция? Так как я НЛП-практик и психолог, я всегда люблю копать в глубину. Потому что наши мамы, папы, моя в том числе, ходили на 2-3 работы и говорили, сыночка, доченька, чтобы деньги зарабатывать, нужно хуярить, да? Вот я стараюсь, да, у меня дед в кузнице работал, да, и у меня тоже вот это сидела корреляция между тем, сколько я хочу заработать и сколько мне нужно упахиваться. То есть сколько часов я трачу на зарабатывание денег. А потом я понял, что я могу мозгами зарабатывать, я могу что-то придумать и в день заработать миллион рублей. Понимаете меня? Да, спасибо, похлопайте, если хотите. Не сдерживайте себя, если хотите похлопать. И, соответственно, тут же две стратегии тоже, фрилансеры и предприниматели. Фрилансеры продают свое время. Предприниматели что продают? Ихнее время, да. Понимаете? Как бы в чем тут разница-то, в том, что у фрилансера все упирается в его личное время. У нас 24 часа в сутках. Ну, если вы хотите взять 100 проектов, ну окей, ну вы же зашьетесь. Качество этих проектов и реализации какой будет? Херовое. То есть 3-5 проектов вы можете взять, 100 никак. Даже если вы сделегируете, наймете кого-то, невозможно. А предприниматели мыслят по-другому. Вот как они мыслят, я буду сейчас рассказывать. Можете сейчас сфоткать. Если вы себя узнали, похлопайте. Ну, один из пунктов, если про вас. Только три человека, да? Мелко? Ну, блядь, извините. Что я сделал? О, пошла реакция. Я могу продублировать, но это долго будет. Прям узнался, да? Я однажды читал книгу, ай-презентация там, говорил, что когда спикер делает долгую паузу, это заебись. Стив Джобс так делал. Ну, не знаю, может он, потому что наркоманом был, не знаю. Еще важный момент. Вот кто читал Эрика Берна «Транзактный анализ»? Оп. Соответственно, почему вы так себя ведете? Да, потому что вам выгодно так делать. Да, вот есть такая фраза, что имеем, то и цель. Да, вот тот, кто работает бесплатно за кейси, за портфолио. Вы можете… Ваш мозг себе продает какую идею? Ну, блядь, мне же для портфолио надо, мне же для опыта. Это херня все. Вы это делаете, чтобы что? Чтобы получить какие-то эмоции. Похвалите меня, оцените меня, важность, любовь, признание. Согласны? Вот. Так. А знаете, почему вы это делаете? Потому что вы в других сферах, блядь, это не получаете. В отношениях, с друзьями, в хобби. Вы это, блядь, все несете в бизнес и в зарабатывание денег. Ну, подробнее об этом буду на третий день рассказывать. Там будут разборы, вы будете там рыдать, сопли, слюни, прям готовьтесь. Вот. И, соответственно, стратегия предпринимателя в жизни. Это не значит, что вы должны быть предпринимателем. Предприниматель – это значит предпринимать. Да? Видно? Там прям цветом выделено. Чего вы? Выбирает сам, с кем работать. Понимает концепцию human to human. Уверен в себе, оценит себя и свое время. Легко и радостно поднимает свой чек. Клиенты сами бегают за ним. Понимает, что рост заработка в прокачке мягких навыков, а не твердых. Проходит курсы под конкретный запрос и берет тариф VIP. Это реально важно. Следит за успешными и излучает позитив. С первых денег вкладывает в себя и свое мышление. Дает реальную картину клиенту, а не преувеличивает. Продает результат. Берет комфортное количество клиентов. Есть время на себя, семью, хобби, путешествие. Это, блин, пипец как важно. Кто перерабатывает, у кого нет времени на семью. Развивается в выбранном направлении, открыт ко всему новому. Вот это, соответственно, жизнь счастливого человека. Первый шаг на пути к этому – нужно продавать результат, а не процесс. Что такое процессники? Вот я их так называю. Это не только маркетологи. Ты приходишь к кому-нибудь, и тебе начинают рассказывать. Мы тебе сделаем вот это. Мы тебе вот так вот это. Вот клиенту надо это? По мне нет. Похер вообще. Да вот, если я пришел в спортивный зал, мне не важно, какие там, блядь, блины, какой там тренажерный зал, сколько регалий, блядь, у тренера. Сделайте так, чтобы я похудел. Все. Понимаете меня? Ну вот. А мы что? Мы процесс продаем многие, да? Именно поэтому от нас клиенты уходят. Им некогда читать. Знаете, есть такое правило – пяти секунд. Да вот. Или я еще называю это состояние автопилота. Люди в интернете – это хомяки. У них мозг не работает. Если 3-5 секунд они не понимают, что им предлагают, они идут дальше. Вот. Какие этапы развития у специалиста, у фрилансера? Нулевой этап – это чернорабочий, я уже сказал. Примерно до 100 тысяч рублей. Первый этап – дорогой фрилансер. Это те, кто в себя поверил. Знаете, такие… Это такие… Я охуенно кладу плитку. У них примерно 300 тысяч в месяц. Второй этап – консультант. Это человек, который начинает уже работать не руками, а головой. И следующий этап – консалтинг агентства. Я не призываю вас всех открывать консалтинг агентства, я просто вам показываю возможный путь развития вас для зарабатывания денег. Дальше. Следующий важный момент. Когда я в больнице лежал, мне нужно было расплатиться с долгами, помните, 10 миллионов рублей. Мне это нужно было сделать в кратчайшие сроки. Потому что нахуя мне звонить, давай деньги, коллекторы и так далее. А что я сделал? Я выписал на листочке. Вы можете тоже это сделать сегодня. Там как-то задание. Выпишите на листочке все свои кэшфлоу, все свои потоки денег. То есть что вы делали для того, чтобы сколько-то что-то зарабатывать. После того, как я это выписал, я разделил все эти кэшфлоу, все эти потоки денег на две категории. Сложные деньги, простые деньги. Что такое сложные деньги? Когда я трачу до хера усилий, чтобы заработать какую-то копеечку. Понимаете, о чем я говорю? Да. Когда клиент недоволен, когда мне не хочется это делать, но я делаю и так далее. Что такое простые деньги? Простые деньги, ну логично, это когда вы зарабатываете просто и в кайф. И самое что интересное, у вас у всех такое было. Возможно, вы в университете кому-то перепродали дипломную работу. Вы это сделали в кайф и это быстро. Где-то выступили. Для меня спикерство это простые деньги, потому что я кайфую, когда выступаю. Не знаю, заметно это или нет, но я кайфую. И многие люди, это же не для всех подойдет, многие люди боятся на сцене выступать. Как вот тетенька с этими перьями, забыл как зовут. Вот, понимаете, то есть для меня простые деньги, это не для вас простые деньги. Поэтому вы пишите, что для вас простые деньги. И когда я это сделал, что я сделал, как вы думаете, с этими кэшфлоу? Я от чего отказался? Правильно, молодцы, видите. Вы все соображаете. Так как я учился 5 лет на инженера геофизика, у меня многие смыслы я описываю с помощью формул физических. Вспоминаем закон Ньютона. Результирующая сила равна чему? То есть вот я давлю на этот монитор звуковой ногой. Масса умножить на ускорение умножить на угол приложения силы минус F-сопротивление. Так, мозг не сломался? Нормально? Сломался, бедняжки мои. Еще раз. Вот я давлю рукой на предмет. Есть масса, с которой я давлю. Есть ускорение и есть угол приложения силы. Так понятнее? И есть F-сопротивление. То есть, например, поверхность сопротивляется как-то, сопротивление воздуха и так далее. Это понятно? Теперь это переложим на зарабатывание денег. Деньги, которые вы зарабатываете, равно количеству действий, то бишь M, умножить на скорость этих действий, ускорение A, умножить на угол приложения силы, эффективность ваших действий, минус F-сопротивление. Те факторы, которые вам мешают. Это окружение, это ваши установки в башке, ну там муж, семья, дети, там не знаю у кого как. Как вы думаете, что из этих пяти параметров, четырех точнее, самое важное? Угол альфа и F-сопротивление. Да, можете математически проверить. Как бы вы не увеличивали M и A, именно угол альфа и F-сопротивление дают больший результат, больший гэп, разницу. Соответственно, вывод какой? Чтобы больше зарабатывать денег, нужно не больше херачить, как у 90% людей. Как? Я научился зарабатывать 100 тысяч рублей, делая 1, 2, 3. Что в голове у человека? Чтобы заработать миллион, мне нужно что сделать? 10 раз по 1, 2, 3. Кто так думал? Да, а потом перегорание, апатия, депрессия. Да. А фишка-то в чем? Я это называю ложкокопатели. Знаете, вот есть яма. Есть задача выкопать яму. Им дают ложку. И они начинают ложкой, блядь, копать яму. А потом ходят на курсы. Ну, там, Кристине Софью, там, из-за, там, Митрошиной, там, из-за, там, Киру Уланова, на кого вы там подписаны. И спрашивают, а какой мне ложкой копать, серебряной или золотой? Подскажите, пожалуйста. Я сейчас не камень в огород спикеров, да. Я просто говорю о том, что, чтобы зарабатывать больше денег, нужно не навык качать, а нужно выйти на новый уровень понимания проблемы. А чтобы выйти на новый уровень понимания проблемы, нужно, блядь, не ложкой копать, а чем? Лопата. А может быть, нахуй вообще не копать? Вот вы смотрите на эту яму и думаете, а нахера мне вообще яму-то копать? Похлопайте, не сдерживайте себя, похлопайте. И F – сопротивление. Это ваши тараканы в башке, ваше окружение. В тебе копилось, да? Сейчас все твои подруги точно это услышали, и ты поменяешь, да. Их тут нет, хорошо. Дальше идем. Квадра... Тихо, тихо, успокойся. Все хорошо, все хорошо. На пятое число, приходи, там, помогу тебе. Квадранты и кигаи, что такое? Кто слышал? Вот. Ну, так, если вы слышали, пользуйтесь этим. Делайте, занимайтесь тем, что вам нравится, что помогает клиентам, на чем вы зарабатываете деньги и в чем вы, блядь, эксперт. Все. Вот он, секрет, блин, успеха. А мы чем занимаемся? Ну, там уже есть деньги, но меня, конечно, бесит, но потерплю. Или, ну, я что-то делаю, я же стараюсь, но клиент, блядь, не оценивает, да. Ну, вот эти все вот комбинации, они же у вас есть. Именно поэтому вы сидите недовольные и грустные, и все, у вас там вялое и плохое, да. Дальше. Стратегия. Следующий важный момент. Мы же все научились, да, вот бизнес-молодость, это все, как ставить цели. Да, вот план Капкан, вот это все там, побери сеналоса, кто слышал, да? Значит, ставим цель, я буду зарабатывать миллионы рублей в месяц, да? И потом, ну, кто-то достигает, его там на сайт вешают, там, один из тысячи, да, там, вот наш, блядь, кейс, да? А 999, вот такие, типа, блядь, я в долгах, да? Значит, в чем тут фишка, смотрите? Видите, первое, с чего нужно начать, это, как бы, понять, что, ну, как бы, у вас что-то не так, да? Не просто себе от башки цель поставить, знаете, там, палец полизал, вверх поднял, такой, о, хочу миллион. Ну, так не надо делать. Надо оценить ситуацию сейчас и понять, что меня не устраивает, вот конкретно вот сейчас, да? То есть от противного пойти. Что дальше мы делаем? У нас, кто в шахматы играет? О, молодцы. Ну, для тех, кто не играет, это шашки только потяжелее, да? Какая задача в шахматах? Громче. Предугадывать стратегию? Мат, блядь, поставить, конечно. Важно, смотрите, задача ли шахмат сожрать большее количество фигур? Нет. Задача ли шахмат не потерять ферзя? Нет. Вы знаете, я смотрел партию Алехина одну, он там, короче, отдал ферзя, это как бы самая пиздатая фигура, двух слонов и двух коней, и пешкой, блядь, поставил мат, это вообще космос какой-то. Я к чему это говорю? К тому, что у многих людей, которые не достигают результата, тем более в финансах, у них тактический подход. Что такое тактический подход? Вот вы, например, захотели, ну, простой пример, из Екатеринбурга добраться, какой здесь ближайший город? О, в Челябинск, отлично. Из ЕКБ добраться в Челябинск. На самолете, например, да? И все, рейс отменили. Вы что, все, стоять будете? Ну, верно, на машине, а как еще можно? Поездом, как еще? Автобус, электричка, попутки, да? Вы здесь такие умные, да? А вот в жизни вы как делаете? Отменили, блядь, билет, но вы стоите ждете. Ой, ну я же себе запланировал, как это должно случиться? Как я должна это сделать, да? Ну, и все, и тормозитесь, не идете дальше. Как бы в чем прикол? Смотрите, это важный момент. Вот вы очерчиваете, вот представьте, вот эта красная линия, вот эта точка А, вот там точка Б. Вы разделяете эту линию на какие-то пункты. Ну, то есть шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. Вы со мной? Да. В каждом шаге у вас задачи. Что мне нужно сделать, чтобы из шага 1 попасть в шаг 2? Пока вы со мной? И что вы делаете, многие? Смотрите. Вот вы в шаге 1. Например, чтобы попасть в шаг 2, вам нужно сделать сайт. Сайт у вас не получается сделать по каким-то причинам. Или там найти деньги, миллион рублей. И вы не идете в шаг 2. Согласны? Вы ждете, пока вы тут сделаете задачу. Кто меня понимает? В чем тут подвох? В том, что есть стратегический подход. Стратегия, она подразумевает многовариантность сценария. Вот кто Зеланд или Кастанеду читал, а я люблю философию, религию тоже. Это про это. А с херали вы взяли, что чтобы попасть в шаг 2 или в шаг 3 даже, нужно именно это сделать. Вы это взяли из своей старой парадигмы мышления, из своего опыта. А с чего вы взяли, что ваш старый опыт подойдет для того, чтобы туда попасть? Кто меня понимает? Как надо делать? Вы себе прописываете точку А, точку Б. И начинаете реализовывать, внимание, задачи из всех шагов одновременно. Что происходит? Делая задачу из четвертого события, может оказаться так. Что вы туда сразу попадете, и задачи из события 2 и 3 уже не надо будет делать. Как это произошло со мной, например. Пример простой. Я когда из больницы вышел, я написал себе план. Хочу выступить по всей стране, в городах. Я посчитал, сколько это стоит. Это до хера стоит. Перелет, проживание, питание. Это до хрена. У меня вышло несколько миллионов рублей с мета. И как бы у меня тогда таких денег не было. Я думаю, блядь, ну ладно, доверюсь вселенной. Ну, про Блиновскую, да. Не, я не проходил, слава богу. Нет, я не такой больной. Вот. Да, я прямой и искренне, да, за это я пиздюливаюсь. Зато я боксом занимаюсь. Вот, поэтому у меня защита есть. Да, да. Ну, женщин я не бью, конечно. А тут много женщин. Я с вами обниматься и целоваться только могу. Но не спать. Вот. Соответственно. Соответственно, что я там говорил. Да. Я поставил себе цель. И через две недели мне пишет Владимир Арустамов. И говорит, Макс, слушай, а посоветуй нам классных спикеров. Мы тут на твой пост наткнулись. Топ-30 лучших маркетологов. Я такой, Вов, ну, может, меня возьмете? Он такой, ну, мы об этом думали. Ну, ты типа пизда, ты же чувак. А нам нужны попроще. Говорит, да я и в принципе могу как бы. Короче, мы с этим Вовой отъездили 50 городов. Он платил за мое проживание, за выступление и так далее. Понимаете, о чем стратегический подход? Вот. Можете похлопать. Все. То есть не ограничивайте своей рамкой мышления реализацию ваших целей. Просто наметьте и двигайтесь. Делайте все задачи. Это называется контекст. Расширяйте контекст возможных вариантов событий. Ну, забейте, короче. Ресурсы для достижения цели. Какие могут быть? Материальные, нематериальные? Причем большинство из нас мы смотрим на материальные ресурсы. Деньги, оборудование, точки сбыта, сотрудники. Но мы забываем про нематериальные. Вот я когда у Аяза Шабудинова работал директором по маркетингу, спикером, методологом, продюсером и партнером даже. И, кстати, я собирал первые концентраты. Кто был на концентрате? Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый – это все я. Вот. Можете похлопать мне. Спасибо. Что-то жиденько вы хлопаете. Прикиньте, вам бы так похлопали. Вы такой вышли, такой, ну, блядь, ладно там. Вот. Соответственно, в чем смысл нематериального подхода? Смотрите. Вот кто читал Насима Талеба, Черный Лебедь? Я понял. А что вы вообще, читать что-нибудь? Ладно, зато музыку слушайте хорошую, да? Вот. Блядь, я так люблю, когда над моими шутками смеются. Вы знаете, вот у меня однажды было, я вышел, короче, мне Аяз когда похвалить хотел на сцену, да, там, говорит, Макс собрал три тысячи человек в Москве, давайте его поприветствуем, он там, похвалим его, там, похлопаем его. Я выхожу и думаю, блядь, надо пошутить, ну, чтобы расположить в себе аудиторию. Я, короче, шучу, и, сука, тишина. Просто вообще вот тьма. Вот я такой, блядь. Я себя реально почувствовал, ну, ну, хреново. А, еще самое худшее, что я сделал, я сам начал. Я начал смеяться. И только мой смех, знаете, зал, три тысячи человек. Вот это жестко было. Поэтому спасибо, что смеетесь. Вот, соответственно, нематериально, что такое? Есть такая фишка, как сложный процент. Вот вы пришли на конференцию, вы заплатили. Так, что за гул? Ты? Тише. Кто? Тише. Вы пришли на конференцию, купили билет за три тысячи рублей. Казалось бы, да, типа, блядь, три тысячи рублей заплатила. В чем тут фишка, смотрите? Прямая выгода какая? Вы слушаете спикеров, согласны? А косвенная выгода, которая не учитывается в билете, но она подразумевается, если у вас открыто мышление и все чакры женские, да, то это произойдет. Вы можете познакомиться с клиентами, партнерами, согласны? И с ними сделать бизнес на миллионы рублей, найти себе клиента на миллионы рублей. Это называется сложный процент. Это нематериальный ресурс. И самое важное в жизни – это нематериальный ресурс. Почему я про Аяза спросил? Когда у Аяза была жопа, у всех была жопа в жизни. У меня и у Аяза, видите, как мы похожи, да? Ну, гениальные люди, они похожи. Вот у Стива Джобса там вообще тоже жопа была. Кто читал про Стива Джобса? Он вообще умер один, понимаете? Его жена ненавидела, да? Он там наркоманил, времени проводил с дочкой. Зато назвал в честь нее, в честь Лизы, компьютер первый, Mac, Macintosh, да? Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Соответственно, что я хотел сказать-то, господи? Да, про Аяза. У него когда был кризис, у него было долгов на 30 миллионов рублей. Он не мог выплатить зарплаты людям. Как вы думаете, сколько людей за ним пошло после того, как он нам объявил, что не будет зарплаты? 90%? Ну, я ушел. Мне деньги нужны. Но 90% ребят, они остались. Это что, это материальный или нематериальный ресурс? Нематериальный, конечно. Нематериальная мотивация важнее, чем материальная. Дальше идем. Ресурсы человека три всего. Время, энергия, деньги. Но что отличает бомжа от Илона Маска? У них одинаковое количество времени в дней. Но энергии и деньги, как они тратят? По-разному. То есть, ваш результат зависит от правильного распределения этих трех ресурсов. Прикиньте. Даже табличка у меня есть. Вот я когда курсы веду, я людям объясняю. Вот сделайте себе график. И опишите там, что вы делаете каждый день. На что вы тратите время, энергию, деньги? И вы охереете. Знаете, я однажды посчитал, что посмотреть Игру Престолов мне стоит 3 миллиона рублей. Знаете, как я это посчитал? Верно, да. Час моего времени стоит энную сумму денег. Умножаем на количество часов этого сериала. Я такой, да ну нахер смотреть такие сериалы, да? Или вы пошли, значит, пить пиво с друзьями. Или там кальянчик с подружками покурить. Посчитайте. Чего-чего? Чего сбежать? Как отдыхать? Не напрягаться на бизнесе. Я же вначале рассказывал. Ну хуя такой бизнес, на котором вы напрягаетесь? Вы что? Зачем? Это понятно? Да. Триада жизни и бизнеса. Вам интересно? Да. Вот эту информацию я получил, когда на Тони Робинса работал в Майами. Казалось бы, очень простая штука, но гениальная. Есть квадрант жизни. То есть ваше состояние сейчас, если вы там заебанное или вам охеренно, зависит от этих трех параметров. Здоровье, фокус внимания и смысл. Объясняю. Когда я лежал в больнице, соответственно, мне хотелось выйти из этого состояния, ну как бы нормально себя ощущать. С чего я начал? Со здоровья. Я пошел заниматься спортом, боксом. Как только тело получает новый отклик, оно посылает сигнал в мозг. И мозг думает, о, нам хорошо. Давайте сейчас переведем пример. Ну как это работает? Можете сейчас расправить плечи. Расправьте, расправьте. И улыбнитесь. Есть разница в ощущениях? Вот оно так работает. А если вам еще посмотрите на себя, садя до слева, положите ему руку на это, шутка. Фокус внимания. На что вы фокусируете свое внимание? Ну, например, да, вот у вас есть такие родственники, которые все дерьмо, все плохо, да? Или вы такие, да? Вот. И самое интересное начинается где? Как вы это осмысляете? Вот смотрите, вот я вас не учу позитивного мышления. Нет, я вообще не про это. Я, наоборот, очень материальный, практичный человек. Вот вы идете по улице, да? Наступаете в говно. Как делают люди, которые любят депрессовать, жертвы? Тихо, тихо, тихо. Какашку услышали, все там взбудоражились, да? Тихо, подождите. Тихо, тихо, тихо. Еще раз. Идете по улице, наступаете в говно. В деньгам. Ну, блядь, в деньгам это если голубь на вас насрал. Вы же наступили сами. Ну, в Екатеринбурге может быть так, я не знаю, но как бы тут вообще удивительные люди. Тони Робинса не знаем, это все. Ладно, давайте еще раз. Третья попытка. Все, тихо. Не мешайте мне. Сейчас стендап маленький будет. Вы идете по улице, наступаете в говно. Тихо, тихо, сдерживайте себя, пожалуйста. Наступили в говно. Как делают большинство людей, у которых депрессия, апатия, херовые результаты в жизни. Они идут дальше, такие, блядь, наступил в говно. Ай, воняет, господи. Ай, фу, какая гадость. Говно живое, блядь. Блядь. Ёб твою мать. Кто узнал себя? Нет? Серьезно? А, к деньгам. К деньгам. Я из Екатеринбурга, да? Так, да? Ладно, я понял. Хорошо. Как надо делать, смотрите. Я не учу вас позитивного мышления. Позитивное мышление, то, что там вот в книгах, знаете, там это, ни ссы, ни пизди, там, ни очко и вот этого, да? Там чему нас учат, смотрите. Вы наступили не в говно. Это органическое вещество, которое вышло из там этого, а вообще из некоторых какашек делают кофе, лювак, например, да? Я не про это, нет. Я про то, что вот вы наступили, вы понимаете, что это говно. Вы что делаете? Берете лужу, облядь, отряхиваетесь как-то, вытираете, идете дальше, понимаете? И не вспоминаете о том, что было. Зачем? То есть, как вы осмысляете то, что с вами происходит? Еще проще пример. Вы едете в машине. Тоже к деньгам, наверное, да? Вхерачились в столб. К деньгам? Да. Вхерачились в столб, значит. Как бы вот, смотрите, сейчас важная информация будет. Есть три контекста. Сейчас NLP будет. Тихо, тихо. Есть контекст ресурса, защиты и нехватки. Ну, это ты про себя сказал, наверное, не знаю. Это твоя галлюцинация, интерпретация. Так вот, соответственно, контекст ресурса — это что? В любой ситуации видеть плюс. Плюс какой? Материальные и нематериальные ресурсы? Всегда они есть. Да? Верно. Я вхерачился в столб. Какой плюс в этой ситуации? Я выжил. Я куплю себе новую машину. Что еще? Видимо, мне надо заново поучиться на права. Потому что если я сейчас выжил, то, наверное, завтра или послезавтра, если я продолжу так ездить, наверное, я уже не выживу. Контекст защиты. Вот когда случился кризис, ну, все мы его проходили, там, военные операции и так далее, многие побежали покупать доллары. У вас были такие знакомые? Вот, блядь, удивительный город Екатеринбург. Ладно. В говно не наступаем. Это все, к счастью, там, и все нормально с долларами. Окей, ладно. Ладно. В каком-то городе многие побежали покупать доллары. Давайте так, да. Хорошо, я понял. Так оно здесь не работает. Не у вас. Где-то побежали покупать доллары. В Перми, да? В Челябинске. Да, вот эти все города, да. Не ЕКБ, да. Соответственно, люди побежали, чтобы что? Чтобы защитить свой капитал, да? Защитить. А прикол в том, что когда вы защищаетесь, это заведомо прогрешная позиция. Почему? Потому что они пошли, купили доллары. И максимум, что вы можете сделать, это сохранить то, что у вас есть. А оно, в большинстве случаев, особенно в России, не работает так, да. И те, кто побежал покупать доллары за 130 рублей, сегодня, ну, как бы, вот, минус там 30, 50, 70 процентов имеют. Я тогда своей жене и маме сказал, там, Вика, жена моя, мама Лена, я говорю, слушайте, я буду жить в контексте ресурса. Что это значит? Это значит, если я сейчас потеряю все свои деньги, я пойду заработаю еще 10 миллионов. Я на это сконцентрирую свое внимание, а не на том, как, блядь, сохранить мой миллион, который на карте лежит. И это большая разница. Спасибо. Можешь громче сказать? Можешь микрофон сказать? Конечно. Такая громкая? Конечно. Мы просто сегодня получаем инсайты за инсайтами. Записывайте, пожалуйста. 500 рублей потом дам. Спасибо. Вот. Контекст защиты — это когда вы пытаетесь сохранить, что у вас есть. И оно не всегда так получается. Это всегда будет минус. Поэтому всегда контекст ресурса. А что, сколько у меня времени осталось? Можно, да? Разрешайте? И один такой человек хлопает. Стратегия бизнеса. О, отряда. Это очень круто. Отряда бизнеса, точнее. Три фактора, которые влияют на успех в вашем бизнесе. Чего? Ну, я же сказал, три контекста. Контекст ресурса, контекст защиты, контекст нехватки. Контекст нехватки — это жертва. У меня всегда всего мало. Мне не хватает. Мне недостаточно. Я недостаточно умный, чтобы пойти на работу. Я недостаточно худая или толстая, чтобы с ним познакомиться. То есть вы изначально себя ставите в минус. Поняли? То есть либо плюс, либо ноль, либо минус. Все. Дальше. Триада бизнеса. Три фактора, влияющие на успех в вашем бизнесе, в вашем деле. Это ваша личная стратегия. Личная. Личная не бизнес, а личная стратегия. Почему личная стратегия важна, как вы думаете? Потому что бизнес — это продолжение человека. А машина — это продолжение члена мужика. Ну, это психологи говорят, это не я. История — это что? Это ваша личная история уже. То есть это ваша мама, что вам в детстве говорила, папа, окружающая, дедушка, бабушка и так далее. Это очень сильно влияет. Знаете, простой пример. Слышали ли вы про то, что есть психотерапевты, которые работают с помощью сказок? И они говорят, слушай, вот скажи свою любимую сказку. Кто у тебя любимый герой? Вы говорите, там, Незнайка на Луне, или там, Снежная Королева, или там, это, Несмеяна, или там, которая с семью гномами спала, как ее там. Да. Да. И как бы, в чем прикол-то? В том, что ваш любимый персонаж — это вы. Прикиньте, это вы. Потому что в вашей жизни повторяются эти же сценарии. Вы себя программируете в детстве. Это ваша личная история. И состояние. Про состояние я здесь рассказал. Вот, от чего зависит состояние ваше. Так. Так, правда, сколько времени-то осталось у меня? В наше время истекло часа два назад. Но нам все нравится. Ваше, не знаю, мое восемь часов началось. Юль, ну ты-то что? Ты же за меня. Я вообще на вашей стороне. Ну все, отлично. Какой, какой слайд тебе вернуть? Предыдущий. На, держи. Кто скачает? А я такого не обещал. Я подумаю. Дальше идем. Рычаги бизнеса. Так, сейчас про бизнес будет. Все, кто ждал про маркетинг. Мне ко мне подходили люди и говорили, блядь, да когда будет уже про маркетинг-то? Вот. Основные рычаги, влияющие на развитие вашего бизнеса, вашего дела. Это конверсия, клиенты, продажи и сдержки. Вот четыре основных фактора, которые влияют на то, сколько вы денег зарабатываете. Можете просто заскриншотить и потом понять это дома, чтобы мозг сейчас не перегружать. Ну сейчас меня выгонят и все. Ну ладно. Юль, можешь домой идти? Мне больше ведущий не нужен. У меня паспорт забрали. Сказали верну только, когда ты закончишь. Ладно. Сфоткали? А я же специально последним спикером выступаю, чтобы не выгнали. Куда меня выгонять-то? Все. Сфоткали? Все, отлично. Так, чего вам еще рассказать? О, что почитать? Вот это четыре книги, которые я вам советую прочитать про поведенческий маркетинг. Это именно то, что реально вам важно изучать. Не то, как портрет целевой аудитории находить, а именно поведение клиентов понимать. Сфоткали? Ну те, кто нет, ну тормозавые, что могу сказать. Топ-12 ниш актуальных в консалтинге. Что нужно изучать, чтобы консультировать клиентов? Вот тоже. Вот сейчас тут остановлюсь. Тут прям важно. Фоткайте. Давай, 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 давай. Тебе больше всех надо, давай. Сфоткала? Молодец. Так, ребят, ладно, больше вас мучить не буду. Там очень много контента. Презентацию, ладно, уж вышли, кто меня в Инстаграм отметит. Вот смотрите, сколько там всего. Там про чакры, виды драйверов эмоциональных, карта пути клиента, соционика, упаковка, позиционирование, сейчас вот восприятие, jobs to be done, мотивы, анализ ниши, трансформация клиента, этапы работ клиентов. Смотрите, сколько классно все. Жизненный цикл, факторы влияния, модель АИДа, этапы трансформации, клиентский опыт и опыт сотрудников. Смотрите, сколько всего я не рассказал. Как масштабируется экосистема, поведение, анализ важных метрик, канвас, коно, да, инсайты. Так, сейчас была презентация, как работает триггер любопытства и незавершенности. Сработало, да? Какие у вас инсайты? Давайте, можете с места, пару-тройку. Были инсайты? У тебя точно были. Нет. Правда? Нет. Спасибо. Давай, иди сюда, выходи. Сейчас человек из зала, из народа сейчас скажет, как ему понравился уступ. Давай, выходи. Ты же нормально скажешь? Конечно. Как тебя зовут? Аня. Аня, все. Тысячу рублей дам. Тысячу рублей. Я исписала на самом деле страниц пять, потому что я считаю, что когда ты пишешь рукописно, то это запоминается больше. И самый главный инсайд, который я словила за сегодня, это когда ты защищаешься, это заведомо проигрышная позиция. Если я что-то хочу приумножить в своей жизни… Сейчас добавлю, очень важно, запомни мысль. Я был на Байкале, тут я понял, зашло, тема ретритов, выездных тренингов. Вот я на Байкале был три недели на тренинге, там телесно ориентированный был тренинг. До хера денег заплатил. Короче, один из инсайтов. Запомните. Вот знаете, вот есть этот инь-янь, да? Знаете, да, слышали? Ян – это как раз-таки борьба, агрессия, действие, да? Запомните следующую фразу. Каждый ян сам определяет, сколько и когда будет длиться его битва. Вы такие, что за херня, да? Каждый раз, когда вы будете спорить с кем-то, вот сейчас важно, каждый раз, когда вы будете с кем-то спорить, когда вы будете спорить с клиентами, что-то доказывать своей жене, спросите, а какая у вас цель? Вот если вы спорите с женой, у вас цель быть правым или счастливым? Поэтому, если вы сами создаете себе битвы, вы можете их и закончить. И не обязательно ждать, пока противник приползет на ногах и скажет, да, вы выиграли. Спасибо. Для меня это большой инсайд был. Я полтора года судился с клиентом, хотя мог сразу ему отдать деньги, понимаете? Ну, как бы, да, ты мудак, держи три ляма. Да, извини. Все хорошо. И так, еще раз, как будто я тут спикер. Чтобы зарабатывать больше денег, нужно не скилл качать, это я вернусь к другому инсайду, а поменять ложку на лопату. Это то, с чего мы начинали. Когда ты защищаешься, это заведомо проигрышная позиция. И если я что-то могу потерять в этой жизни, то не нужно думать, как я это сохраню, нужно думать, как я это приумножу в своей жизни. И третье, что я еще... Те ежедневник шесть минут, и там были очень классные слова про сложный процент. И ты сказал про этот сложный процент. Сложный процент. Давайте мы будем все учиться, как им правильно пользоваться, и тогда все у нас получится. И я вам обещаю, что через несколько лет я буду стоять на этой сцене, и вы будете приходить ко мне на выступление. Молодец. Зажгла. Ну, собственно, моя книга. Чего? Как купить? Заходите в Тинькофф Банк, переводите Максу Белоусову 2000 рублей на его телефон. Телефон я скажу. Заказать книгу можно по QR-коду. На самом деле она есть во всех книжных магазинах, и в Екатеринбурге тоже, но это ограниченное издание, эксклюзивное, с классной обложкой, с моим автографом и с бонусами. Бонусов примерно на 10 тысяч рублей. Там доступ в мой клуб на месяц, материалы полезные и так далее. Поэтому у меня всего 12 таких книг здесь и на сайте. Там где-то 100 осталось. Отсканировали? Вот что надо сканировать, я подожду. Я подожду. Шутка. Ладно. И у меня есть курс. Ну, конечно, как без курса? Тут уже одни инфо-цыгане выступают, я тоже такой. Соответственно, у меня есть курс про стратегический маркетинг и бизнес-консалтинг. Я учу, как зарабатывать от миллиона рублей в месяц любому из вас, у кого есть опыт. А у вас у всех есть опыт. То есть как монетизировать свой опыт. Не только в маркетинге, а вообще в принципе. Поэтому кому интересно, пожалуйста. Кстати, на первом потоке мои ученики, их было 36 человек, заработали 7 лямов. Я думаю, это нормальный результат. Нормальный? Нет? Ну, прикиньте, вы зарабатывали 100 тысяч, пришли к Максу. У вас там чеки с клиентом с одним. 300 тысяч, 500, 700, там 800. Нормально? Ну, все. Вот, сканируйте, пожалуйста. Сканируйте. Не стесняйтесь. Открывайте телефончики. Давайте, давайте. Да. 8905 Так, мне свои голые фотки не шлите. 8905 713 8 0 8 9 Максим Владимирович Белоусов Да. Лучше на Тинькофф с Бержи, он не работает, приложение. Вот. Ну, собственно, что? Все. Подписывайтесь на Инстаграм. Небо табу. Любите меня. Вот контакты. Все, спасибо. И это Макс Белоусов! Макс, ну классно. Молодец. Максимально. Спасибо. Мы прямо заценили. Так, и надо зафиналить, конечно. Это же я. Да, да, Макс. Или это Илья Балахнин, похож тоже. Ёпта! Макс Белоусов. Подожди, она же к каждому так подходила. Нет, нет, Макс, только к тебе, ты что? Я сидел, я все видел, блин. Ладно. Вы знаете, я однажды в Волгограде выступал, у меня отключился кликер, презентация, микрофон. Знаете, что я на флипчарте написал? Хуй. И я был самым высокоотмечаемым в истории спикером. Поэтому готовься. Сзади. Волосы убери, да. Он правда пишет слово, как на заборе. Я фанат Артемия Лебедева, поэтому извините. Прекрасно. Держи. Все, можете отметить в сториз. Макс, спасибо большое.